Рядом автовокзал, огромные два предприятия, автозавод и механический завод. Одна застройка, людям дышать нечего. Вы понимаете, что это вот фактически легкие нашего города, уже оставшись. Но органы власти решили, что таких легких много, а спортивных объектов практически нет. Поэтому теннисный корт рядом с Черным озером – место подходящее. В начале мая на сайте городадминистрации для публичного обсуждения опубликовали проект вынесения изменений в генплан. При этом 2 июня Алексей Русских встретился с местными архитекторами и заявил о хаотичности внешнего облика города. По мнению многих экспертов, такое возможно, в частности, из-за столкновения интересов разных застройщиков, лоббирующих свои проекты через представительную власть. Отсюда и бесконечная история с градостроительным планом. Никто не соглашается сдавать свои позиции, отстаивая право на застройку. Порой и исторических кварталов, и когда-то охранных территорий. На защиту зеленой зоны у Свияги встала общественность. Сейчас этот участок земли, заросший уже как 10 лет, он не принадлежит станции юных натуралистов. Но местные жители, экоактивисты и архитекторы считают, что из-за неухоженности ценности это место не потеряло. Не исключено, что там пройдет еще несколько лет, и еще какое-то участок, когда-то из станции юных натуралистов будет отчужден, потому что придет застройщик, который скажет, что почему здесь сделали и было можно, почему мне теперь нельзя сделать того же самого. Я обратилась везде. На официальный сайт к нашему ЕОГУ-губернатора, на официальный сайт мэрии, к Панчину. Я обратилась к нашему депутату. Жители собрали подписи, но на общественных слушаниях более полутысячи голосов против. Посчитали за один. Сославшись на отсутствие паспортных данных, подписавшихся. Это не 543 человека обратились отдельным заявлением или отдельным обращением с приложением документа, который нужен удостоверяющей личности, а именно списочно поступил документ. Оформить все по правилам ульяновцам не дадут. Закончились сроки общественных слушаний, пояснили в управлении. Кроме того, территория не считается особо охраняемой и уже давно принадлежит городу. При этом уточнить, когда и с какой целью зону отделили от областной станции юных натуралистов, не смогли ни в одном ведомстве. Земельный участок, в отношении которого принималось решение, не попадает на территорию особо охраняемых природных территорий, это вот эта территория, и не попадает в водоохранную зону реки Свияга. Все документы в настоящее время находятся в Министерстве строительства и областной прокуратуре. Теперь региональные чиновники и сотрудники надзорного ведомства должны провести комиссию и вынести решение. Вырубать и строить, или сохранить и преобразить. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин